Прозрачность выплачиваемых зарплат никак не повлияет на рынок пассажирских перевозок. Об этом в разговоре с нашим телеканалом рассказал представитель пока еще существующей транспортной компании Ситилайн, которая в конце года ушла с рынка. Ранее фирма обслуживала юревецкие маршруты 20С, 22 и 22С. Андрей Алферов отреагировал на слова министра государственного регулирования цен и тарифов области. 18 января на встрече с журналистами Мария Новоселова заявила о том, что в настоящее время проходит процесс обеления зарплатных ведомостей в сфере пассажирских перевозок. По мнению чиновницы, это приведет к уходу с рынка многих частных перевозчиков. Мы однажды с вами столкнемся с тем, что у нас с рынка частники уйдут, которые платят 19242 рубля средней заработной платы официально. Но представитель покинувшей рынок компании считает, что этот процесс никак не скажется на доходах частников. Каждая транзакция отправляется в ФНС. То есть вот ты за месяц там получил 10 миллионов, ты потратил, и ты потратил 10 миллионов, да? Белая эта зарплата будет или серая, это не имеет значения абсолютно. То есть это так не работает, как они говорят обычно. Для перевозчика это тебе придется там увеличивать затратную часть на налоги, но уменьшать затратную часть на что-то другое. При этом представитель другого перевозчика, фирмы «Виктория», который обслуживает 5-й и 36-й маршруты, поддержал позицию регионального министра. Как пояснил Максим Володин, существующий тариф во многом складывается из расчета средних официальных зарплат. Поэтому наличие неофициальных доходов в этой сфере приносит убытки тем, кто платит белую зарплату. Более того, подобная ситуация приводит к ухудшению предоставляемых услуг. Как это отражается на жителях? Они платят условно серую зарплату, соответственно, тариф считается меньше. Денег начинают недополучать. Начинается у перевозчика экономия, на чем она экономит? Первое, это на зарплате, соответственно, невозможно, допустим, привлекать дополнительные кадры или как-то индексировать нормально заработную плату. Плюс начинают экономить на ремонте. Максим Володин также прогнозирует, прозрачная система выплат непременно приведет к удорожанию стоимости проезда. При этом представитель Ситилайна Андрей Алферов продолжает утверждать, что по факту зарплатные ведомости никак не влияют на стоимость проезда. Экс-перевозчик рассказал, что при формировании тарифа чиновники якобы уже не раз брали в расчет только определенные зарплаты, чтобы подогнать под нужную стоимость проезда. Андрей Алферов уверен, ответственность за повышение стоимости проезда просто перекидывают на частных перевозчиков. А вот тезис о том, что обеление зарплаты приведет к новому повышению стоимости за проезд, он как вообще адекватен на ситуации? Ничего не произойдет. То есть ничего нового не произойдет. Они могут использовать это как фактор. То есть аргументировать. Допустим, они сейчас видят, что им не хватает денег для владимирных пассажиров транса. Они купили автобусы в кучу, им надо еще купить. Это огромные затраты, которые надо как-то компенсировать. Тариф это не компенсирует ничего. Получается, что представители частных компаний по-разному оценивают слова регионального министра. Возможно, что более прозрачная схема выплат действительно невыгодна частным перевозчикам. Но и не исключено, что власти пытаются уклониться от негативной реакции населения в связи с повышением цен на проезд. Остается ясным только одно. Проезд на общественном транспорте Владимира действительно станет дороже. Улучшится ли при этом качество? Алексей Домнин, Шестой канал.